Музыка Как всегда, Автём Гультуба, с вами Вспойнчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Ух ты. Э, какое-то странное место для таверны. Таверна эта громко сказана с виду самый настоящий притон. В притонах обычно можно много что разузнать. Возможно, стоит заглянуть. Ты, главное, держись позади нас, Брэта. Никаких проблем. Да чё позади вас держаться? Да, потолще всех вас будет. У нее сколько там, практически 700 хп у нее. У... Как его там? Чё-то лепло имя. У Гаррисона? Только 400 набирается. Гаррисон, ты здесь самый такой. У меня ФЗ больше слабенький. У нас достаточно сильный. Только не толстый. Каждый герой есть пассивно способный, дающим определенное там что-то там. Таверна беспредел. Хорошая таверна. Давай-ка здесь. Кто здесь? Здесь кто-то есть? Ты чё, в бочке сидишь? Нолан? Да ладно? Что ж я раньше так не сделал? Моя спина. Нолан, ты цел, поверить не могу. Но... Как ты оказался в бочке? Или лучше не рассказывать? Лучше не надо. Ну и кто бы мог подумать? Я разнес бочку в тот самый момент, когда вы проходили мимо. Удобно получилось, не правда ли? Что с тобой произошло? Не время для подробностей, здоровяк. Ещё успеется. Ситуация такая. Бандиты перевозят грузы для сомнительной дамочки. Мы знаем. У них есть артефакт. А то и несколько. И да, ты был прав. На этом острове есть мана. Ну, естественно, я был прав. Хм. Похоже, мы официально вляпались. Я рад, что ты невредим. Хватит нежности и ведро железное. У нас полно работы. Бандиты без умолку несли что-то про хламоград и про какой-то важный груз. Артефактный клинок. Не исключено. Вы уже прилично пошумели на острове, так что ваше присутствие не секрет. Дама, которая у них за старшего, имеет на вас немаленький зуб. Ну что, это добрый знак. Правильный настрой. Так, а теперь давайте пропустим стаканчик в таверне, прежде чем снова лезть в бой. Я пас. А, ну точно. Ты же в завязке. Ладно, тогда курс на хламоград. О, бедная моя спина. Станция смотрится. Подождите-ка. Подожди, старичок. А ты как, мы теперь вчетвером будем бегать или мне придется заменить кого-нибудь из группы? Я бы этого не хотел. Ох, как я бы этого не хотел. Честное слово. А вот если он к нам четвертым будет, это будет очень и очень хорошо. Мне еще одного ДДшника не хватает. Танк-то у меня есть. Хиллер у меня есть. Более-менее брузеры у меня есть. А вот чистого ДД нету. Ммм, че здесь бандюк сколько? Вы приближаетесь к хмурому мужчине, он смотрит у вас с головы до ног. Так, и кто это тут у нас? Как-то не очень, мы похожи на местных. Тебя что-то беспокоит? Беспокоит, можно и так сказать. Некоторым людям не по душе то, как мы живем. Но у нас, по крайней мере, есть правило. Есть, значит, один человек, который меня особенно беспокоит. Когда-нибудь он получит по заслугам. Скажи мне побольше. Его зовут Эверстон Аллый. Злобный тип. Никого хуже я в жизни не встречал. Говорят, сейчас он скрывается где-то в Хламограде. Если б он исчез и больше не появлялся, многие порадовались бы. Вот это такие дела. Посмотрим, вдруг мы его найдем. Надо же, я даже задание получил. Какой дурак в это поверит? От друга слышу, дурак. Ну-ка. Двое посетителей ведут ожесточенный спор. Один из них незаметно положил руку на пистолет под столом. Что у вас тут за проблема? Спорщик право говорит. Этот клоун верит во все, что говорят капитаны. Тот, что слева отвечает. Они не забывают про наши интересы, даже когда лгут. А о чем они? Может угасить вас обоих выпивкой? Спорщик справа говорит. Выпивкой? Это очень кстати для него. Только отвернешься, как он уже в мою кружку яда подлил. Тут, что слева отвечает. Я о тебе самом... А, я о тебе самом того же мнения, змеюка. Вроде тебя как раз на что-нибудь подобное способно. Короче, бесполезно. Я-то думал, они мне расскажут. Как-то можно наверх попасть. О, нашел как. За сундунчиком-то сходи, да? Это надо. Ух ты, ух ты, ух ты. У-у-у-у-у-у. О! Так. Что за колечко? Что за колечко? Выносливость, уклонение. Выносливость, уклонение я-то знаю, кому нужно дать. Защита магическая, правда, понижается. Но! Но! Еще плюс 1% уклонения, что для танка очень кстати. Что для танка очень кстати. Так, и для тебя новая пушка. Новая пушка. Минус 40 хп, что не так уж и важно. Ну, плюс проворность у тебя увеличивается. Ничего себе, у тебя уже проворность. Ну да, там же. И сила атаки у тебя увеличивается. Давай, давай. У него, кстати, неплохо так сила атаки. Довольно-таки сильный. Столько мечей. Они такой хлам. Такой хлам. Сюда не пройти. Сюда тоже. Надо подойти с барменом. Пообщаться. Он-то уж точно мне что-нибудь интересное да расскажет. Ничего себе, сколько здесь народу, с которыми можно поговорить. Вот этот типок в странной шляпе, мне кажется, скажет точно что-то интересное. Вы видели джентльмена в шляпе в цилиндре? У цилиндра чрезмерно аристократический вид. Почти наверняка он краденый. Джентльмены приветствуют вас вежливой улыбкой, за которой, как вы подозреваете, скрывается чувство вины. Прекрасный сегодня денёк, не так ли, друзья? Он подмигивает вам. Сторонненько. Я-то думал. Уж он-то точно там. Да, кстати, ещё можно зайти. Ух ты, сколько мест, которые мне надо исследовать. Ну, давай с тобой теперь поговорим. Приветствую. Держите руки подальше от оружия, у нас не будет проблем. Боится меня тот ещё. Я куда предпочитаю? Нет, спасибо. Меня твои карты не интересуют. Эээ, где же ты, рыжая? Таким, как вы здесь, не место. Бармен не выглядит особо заинтересован у новых клиентов. Проваливайте. Ну, он, короче, не особо желает с нами разговаривать. Хотя попробуй другой вариант. Ничего себе, у него тут острые крылышки за сколько продаются. Дорого, дорого. Это при том то, что убиваю бандитов. Я с них собираю какие-то гроши по 16, по 20 монет. А тут он за одну бутылку сотню потребует. Среди металлума стоят два танка в плачевном состоянии. Возможно, есть способ отремонтировать их. Изучен ресемп стандартной батареи. В книге содержится инструкция по управлению танками и их ремонт. Вы находите раздел по описанию, относящийся к двум танкам в зале. В нём перечисляются запчасти, необходимые для их ремонта. Стандартная батарея, мощная энерго... А, энергоядра. Последний раз используешь себя в работе сервиса утилизации. Вы приписываете себе эту информацию. Это что, мне надо будет сделать, что ли его? Посхоружие, поджигатель. Там у меня где-то батарею могут сделать каким-то образом. У меня слитка этого нету. Дикий стихийный осколок у меня тоже нету. Странненько. Ну ладно. Может, попозже я разберусь с этим. Ну всё, я со всеми поговорил. Задание даже какое-то получил неожиданное для себя. А сейчас я сюда пойду. Ничто... А, ничто не вешено. На этом старом жёлтом пергаменте что-то написано. За кружечкой пива я песню сложил. О том, чем я в жизни своей дорожил. В часах, амулете, ноже, кораблях. И доброй беседе, и сладких губах. Но не было в мире дороже вещей, чем нежной, очень любимой моей. Её я хотел увезти в те края, где зла и беды не видал бы она. Спроси, а чего я сижу и тоскую? Унёс её штон в пучину морскую. Неплохо. Нижняя часть записки выглядит так, как будто она когда-то промокла от слёз, а потом высохла на солнце. Грустненько. Ещё одно место, куда можно зайти. Что это? На самом видном месте на стене висит записка. Это мастерская Артура ДЖ Стефан... Стефанелли. До того самого техноманта Артура Стефанелли. Вам здесь будут рады, мне всё равно, кто вы и за кого. Так что пока вы должны... Оп... А, так что пока вы должным образом относитесь к технике, я вам рад. Только, правшу, вас ничего не сломаете. Да я только посмотрю, что здесь у тебя есть. Этот контрольный камень способен воспроизводить события, оставшиеся в прошлом. Его кристалл способен находить в глубинах вашего сознания воспоминаний и показывать их вам ещё раз. А-а-а. Нет, спасибо, не надо. Ха-ха-ха. Прикольно. А это что такое? А этому двигателю необходим какой-нибудь источник энергии. После запуска двигателя и после него выскакивают листы бумаги. Что это за карта и сокровищ? Подождите-ка, у меня уже их... Вот это... Во время магической лихорадки некоторые подавали фонарями сигнал о том, что поблизости тихая гавень, но... Прибывающие корабли ждали лишь острые риффы. Припев. Часть цинотной записи пиратской песни. Баллада танцев. И зачем мне всё это надо? Карта сокровищ рыбачки. На карте отметили чьё-то прикормленное место. Место в озере на осадном берегу. Владелица карты часто гуляла севернее. От этого места я могла оборонить там что-то ценное. У меня столько барахла. Я даже не знаю, что мне с этим с ним делать. Ну всё получается, мы нагулялись, пошли. Дедок, ты готов к путешествию? Ты осмотрелся? Да, я хочу покинуть зону. Состав группы. А чё у меня будет? Пять человек можно с собой? Ты какого уровня, дед? Одиннадцатого? Такого же, как и мы? Неплохо. Как так-то? Подождите-ка, я даже... Я даже не знаю, что он умеет. Но он... Дедок. Наверное, для тебя броня есть. Что он даёт? Плюс 20 силы. Защита магическая, но физическая защита уменьшается. Ну давай, наденем, наденем. Ммм... Что у тебя есть-то вообще? Ярко освещают окрестности. Незамеченные существа станут видны. А в начале боя группа получит дополнительный щит. Ммм... Наносит 62 магического урона и накладывает на цельный кит хворь, который увеличит, получая магический урона на 10% на 3 хода. Такой наносит 47 магического урона, снижая её проворных на 10% на 3 хода, добавляя неплохо огненная бури. Восстанавливает цели. Он тоже хилер? 168 здоровья. Защищает союзника щитом, способный погладить 8 по 7 урона, пока щит действует. Он поджигает и замораживает атакующих врагов. Ничего себе, хороший щит. Защищает союзника щитом, способный погладить 111 урона, пока щит действует. Каждая атака по цели добавляет 10 единиц заряда, накладывает на атакующую магическую хворь. Наносит 140 урона, если противник уязвим или заморожен. Получает ещё 47. 7 союзника, массовое лечение, очищение. Снимает все негативные действия союзника. Но он такой же, как робот получается. Только я как-то к роботу привык уже, что ли. А старикан ещё и эти накладывает. Может робот оставить? Ну-ка. Что у него здесь есть? Величивает выносливость, магическую защиту, силу лечения. Увеличивает волю на 3. Добавляет 1 единиц маны при нанесении фатального урона по врагу. Восстанавливает 10 единиц маны при критическом ударе. Снижает получаемое магическое урона на 20. А как мне дедка теперь поменять? Э! Подождите-ка. Я хочу обратно себе робота вернуть. Верните мне, пожалуйста, робота. Как это сделать? На карте же можно это как-то сделать? Я всего лишь хотел посмотреть его способности. Э! Верните мне моего робота! А-а-а-а! Ну ладно. Ничего не поделаешь. Робот, похоже, больше не вернет. Пиздец не так. Блин, они местоположение поменяли. Но я так всё хорошо стояло. Чё за подстава, а? Хотя может дедка оставить, он долбится неплохо. Попривыкну с ним ходить. Кровотечение наложено. А он только себе снимает, да? Два негативных эффекта. Надо вот этого добить. Дедок, а ты же там можешь как-нибудь очищение? Снимаю все негативные эффекты с неё. А-а-а! 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 У него сейчас всё равно кровотечение долбанёт. Ха-а-а! Смысл я это делал? Туда защиту. Чтоб не так сильно хотя бы ударил. Опять я тут убежал, а? Сейчас подкрепление позовёт. Как они меня раздражают. Ты вовремя отечения. Так, я на тебя просто втащу. Блин, сила атаки у него увеличена. Да, ему просто пофигу на всё. Я хочу себе своего робота, я к нему привык. Хе-хе-хе. На-те сейсмическим ударом. Опять кровотечения наложил. Ничего себе там кровотечения. Нхп не снесло. Щи заклинатель, опять его позвал. Чё так он, устанавливает каждому члену и 40 маны. Ничего себе. У меня исцеление не такое сильное, как у робота. Не, блин, я так расстроен. Хе-хе-хе. Я хочу вернуть себе. Чё-то я даже никак успокоиться от этого не могу. Так, надо заклинать, сразу же убивать. Как можно быстрее. Хватит. Флак их. Камешком ещё у них кинь. Хилю её, зудок. У него, кстати, хилка мгновенная. Ух ты, сразу двоих сняли. У них будет теперь неравное количество с роботом опыта. Как поменять? Я не успокоюсь, пока я не узнаю, как поменять. Верните мне робота. Вы, кажется, пользуете. Где? Где у меня этот? Неужели мне придётся в таверне отдыхать? Где мой робот? Верните мне его, пожалуйста. По стаканчику? Да вы присаживайтесь. Заходите. Так, держали. Всё. Я спокоен, наконец-таки. Фух, а то у меня аж плохо было. Хе-хе-хе. Не знаю, может быть, этот дедок и охренительный, но... Так мне лучше, так мне спокойнее. Не-не, я не в ту сторону иду. Мне сюда надо. Вот если бы они ещё и встали у меня, так как стояли, это ух, будет прекрасно. Здесь портал есть, его надо, кстати, оживлять. Не, он уже работает нормально. Ух ты, езжёт, всё, замечательно. Бронированный протыкатель. Ты что за хрень? Да что такое? Кстати, вот сразу же тебе надо её истелить. Ничего себе у тебя теперь хилка работает. Действительно ты круче того деда. Так, удай-ка ты его... К уклонению теперь сработает. Ты погоди. Насмешка. Сейчас, робот, тебя. О, вот это хил. Вот это хил. Вот это я понимаю. Конечно, если бы я, может, шмотки нашёл для того деда, было бы лучше, но... Ничего себе, он массово протыкает, оказывается, ещё к тому же. Землетрясение давай, я данный. Используем. А ты что у нас будешь использовать? А ты ему хп снимешь, чтобы больше в него вошло. А потом он промазал? Как так-то? Доступен талант подрывник танков. Неплохо. Теперь ты не сможешь убежать. Калибрэто, прости, что я решил посмотреть на кого-то другого, кроме тебя. Я больше не допущу такой ошибки. Ух ты, как себе. Конечно же, конечно же, я пойду сюда на легендарном, потому что мне слишком, слишком много всего надо прокачивать. Тем более легендарный тайник с сокровищами. Кто захочет от него отказываться? Лати в подземелье. У меня банок с маной так и не закупил. Не крафтил. Просто сюда пошёл. Ничего страшного, ничего страшного. Пошли. Если убьют, так убьют. Ещё раз проедем. Не, ну конечно, по второму разу я не буду вам показывать. Но я просто дойду до этого в момент и дальше продолжу играть. Помоград. Бандюк здесь будет, конечно же, целой кучи. Там же больше ничего не осталось? Нет, ничего. На босса здесь наткнёмся. Что это? Рядом с надкушенной рыбой запиской. Спасит для доставить Герману до колебально аллея 24 в хламопорт. Судя по запаху, рыба была искусно приготовлена. А куда все подевались? Мне что-то такое ощущение, как будто нам засаду какую-то устраивали. Все просто исчезли. Ни одного бандита в целом городе, вы хотите сказать? Нет. Они по-любому знали то, что мы придём сюда. Батареечку ещё нашёл. Неплохо я сюда заглянул. Вхожу, только миштяки собираю. Где враги-то? Они же здесь должны же быть где-то. Этот парень больше не доставит нам проблем. Какой парень? Здесь никого нету даже. Пароль. Опаньки. Чтобы войти, нужно знать пароль. И откуда мы его возьмём? Бандиты обы... Бандиты обычно умом не блещут. Если внимательно поискать и задавать правильные вопросы, рано или поздно мы всё выясним. Возможно, следует настойчивого кого-нибудь расспросить. Кто-нибудь из местных новенька его где-нибудь оставил? Эти штуки встречаются по трое. Какие штуки бандиты? Найдите вторую подсказку. Найдите третью подсказку. А, три подсказки. В последнее время Хламоград тоже жил. Корабли так и уснуют туда-сюда. И даже в самых тёмных и мрачных уголках стали появляться огни. Иногда сквозь пьяные хокоты и звуки случайных выстрелов слышится старанный механический шум, похожий на рык. Судя по всему, всё дело в деньгах нового нанимателя, который рекой текут в карманы местных преступников. Которые. Ну ладно, пошли пока в эту сторону. О, а вот и первый противник. Так. Вот этого будет быстрее первым уничтожить. Они 11 уровня, как и мы. Вероятность крита у него увеличена. Ничего себе. Всего атаки уничтожили увеличил. Какую-то ты странную вещь там начал использовать. Мне это не нравится. Давай-ка я дары природы на нас использую. Хотя надо было ударить. Так, а теперь воинственным клинком она больше отхилилась, чем он по ней ударил. Поставь-ка защиту. Да, у него хватило урона, чтобы убить его. Так. Сейчас мы по-быстренькому с ним разберемся. Блин, ну урона-то у меня не хватило. А, о. Он там что-то готовить начал. Так вот, все же способность, но это ему не поможет. Тут еще у нас есть. Ничего себе тут противников. Этих аж трое. Кого бы мне первым ударить? Банить лазучек. И бронированный террелизм. Это будет не так уж и просто. Уклонение использую. Блин, скорее всего даже моя способность это уклониться. Купим пока ману. А, нет, ману я не буду копить. Я использую лучше. Где у меня способность? Да, дары природы, надеюсь. А ты волну ярости используй. И еще землетрясение на них. Ох, как хорошо зашло. Кому бы мне усадить? Ему что ли? Уязвимость наложи. Надо же, он даже промазать смог. Отхили его лучше. Он этот убежал опять за своим этим, а? Как он меня достал. За подмогой. Надо его постоянно вырубать. Он первым как-нибудь пытаться. Ну, кого-то зовет все ими на помощь. Насмешка. Так, что следующее использовать? Ать быстрочищение, да, мгновенно используется. Можешь мне способность использовать? Поджечь их? Да, да, как раз ждем. Почему бы и не застали они? Надо избавиться от них как-нибудь быстрее. Пусть еще и горят к тому же. А ты волну ярости на них используй. О, круто течение. Надо было сразу быстро мочечением снять его. Течение еще на них используй. Как они больно бьют. Как они больно бьют. Насмешку на себя используй. А ты сразу же снимай его. Надо использовать, чтобы когда я... Надо поставить на него будет перк, что когда я использую очищение, у него мана прибавляется. Прямо обязательно. Видимо, очень хорошо. Мне это в будущем может помочь. Угу. Чем мне еще его? Защиту, что ли, используют? Не, защиту я не буду использовать. Хм, физическим ударом. Ударом подбухаю. Должно добить. Хотя нет, 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 ни цена урона не хватит. Как бы я не хотел. Надо его добить по-быстрому. Все равно не успел, а? Какого течения успел наложить. Ничего себе напишет, даже не вспотело. Конечно же. Я зато вспотел, пока с ними сражался. Всего пару противников, а уже такие затруднения. О, карта подземелья. Вы только посмотрите на них. А, они наверху находятся. А я тоже думал. Кстати. Да, это оказалось. Скрытый проход. Не зря, не зря я потратил. Еще и сундучок нашел. Может, как и в средней зелье. Средней зелье исцеления. Такое себе. Я редко, когда я бою использую. Надо всех, всех прям уничтожать. Я подумал, лаги, напал. Так, ты сразу же быстрым ударом. Ты нет. Хотя, да, тебе ману нужна. Уполняй лучше себе единик заряда. Сейчас похилим тебя, не переживай. Сразу твоих волну и ярость. Кому бы мне усадить? Давай тебе. Этот снайпер, это что-то с чем-то. Еще и кританул. Да ты че? Как вообще так можно? Это же ужас какой-то. Еще и кританул. Сразу хилю ее. Как можно быстрее. А ты не знаю о следующем. Блин, а ты доживешь-то вообще? На всякий случай защиту поставить. Если он по тебе будет стрелять. Да. Пронесло. Пронесло. они все больно долго хорошо что у нее еще 700 хп как не с ними сражаться мне нужно как можно быстрее уровень повышать потому что это жопа жопа передачи да суди капитан трюм корабля укрепили как вы велели теперь надо только меч туда оттащить только вот никто из ребят к нему и близко не подойдет боится бояться ничего скрывать вот кажется и пришла пора свое жалование отрабатывать а тут такие истории рассказывают а жуть какие детские страши а как детские страшилки только хуже я бы и сам все сделал но спину повредил когда поднимал ту бочку медовухи кстати готов покляться что слышал как бочка ругнулась когда я ее в трюм бросил может у меня тоже крыша поехала как бы там ни было мы его на борт подниму под нее я сообщу когда все будет готово это как дед спас и тогда ухты я рецепт какой-то нашел а где этот рецепт я рецепт нашел где мой рецепт нету рецепт подстава все все в этой комнате нашел больше здесь ничего не осталось идем дальше покорять эти места их там трое а чё на робота это нигде не действует даже не действует он просто не напал так ты своей способностью лучше блин ману не хотелось бы тратить но меня танка могут убить устанавливая и хп ты используй что-то использую насмешку на них всех трое подготавливаем к себя ко всему водит лазучий блин опять с подкреплением проведет выжигатель регулятор оставлен может массово ударить по всем причем все наконец-то я тебя отхилил более-менее нормально еще и поджог меня волна я по всем ты способности используй землетрясение по ним а ты используя тогда на нас а ничего нельзя использовать особо на нас и зачем я по нему решил дальше же промаху вот еще при всем оглушение повесила меня захотел себе использовать этот как у нас хорошую повесить всем так и будет на глушите не успею даже землетрясение используя как они и больно бьют могучий прием забота сразу всех нас потому промаху и второй раз промаху ты потому не бей насмешка пропала да что ж ты делать то будешь а ну вот ты меня достал надо тебя грохнуть ты используй насмешку а ты используй без разницы дары опять оглушение на всех а у нас теперь аммунитет был надо тебя вырубить сразу надо было похилить самого себя мне надо же он подкрепление не позвал и спасибо на этом и это я еще это нельзя использовать пока враги поблизости соглушение начал то что я вот увидел то что они втроем здесь стоят письмо написано ярким красным чернилами которые кажется свеется в темноте капитан клинок должен быть доставлен немедленно и мне все равно сколько кораблей при этом развалится на части я даже слышать не желая бредни о том что во всем виноват артефакт укрепите корабль сделайте что там вам нужно но доставьте клинок на юг больше никаких задержек если только вы не хотите посмотреть как быстро вратятся в пепел деревянные трущобы хламограда от одной искорки в нужном месте кто-то угрожал ему ты как здесь один давай заботу под химий свет это для меня сейчас важно ну пока там все силы атаки увеличиваешь на тебя проблем побыстрее она еще и критон а когда он один чем такой опасность что ли побыстрее от него избавился и все ух ты заклинатель заклинатель вы еще и друг друга хилить сейчас будете да способности так ударика ты его какой болтливый трус сейчас посмотрим кто из нас трус и будем 1 вырезать побыстрому так что можно использовать я кстати обстрел это я использую что у меня еще у меня есть бронебойные снаряды давай посмотрим ну такой себе ну что все эти отменил а на мне способности которые висели да как бы мне у вас тогда грохнуть два заклинатель это с тяжко друг друга хилят ничего себе ты мне ударил как больно то может быть это использовать хотя нет я знаю наверное надо волну ярости может быть нет сильный удар используем давай-ка ты лучше их обстрелом или нет а почему у нас есть такой дорогой убьет он мало а маны требует очень много бесполезно по моему да ты меня доставил не хватило урона ща хватит все наконец-то все они толстые и надо было суперспособность использовать а не просто так и горит Блин, еще и очищение использовал. На, используй-ка и могучий прием и отхилю нас все. На тебе сейсмическим ударом. И еще и поддых перед этим. Чтоб вылезли нас наложить. Ну, наконец-то я их избил. 200 опыта каждому за одного такого. Ну да, еще бы. Они толстые, хилят друг друга. Наверное, враги про меня так же думают. Вот уроды. Робот поймал. Инспектора. Кстати, ну а на этом все. Можно закончить. Я сейчас рыбку еще половлю. Не знаю, может интересно что-нибудь поймать смогу. И закончу серию. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока. О, океаническая лягушка. Океанская лягушка способна пересекать огромное расстояние, отталкиваясь от Даная и не показываясь на поверхности. Некоторые скептики утверждают, впрочем, что она просто плавает. Что-то новенькое. Неплохо. Мне надо будет, кстати, далеко закинуть эту рыбку, попробовать поймать. Ну, я прям к тебе закину. Не хочет. А если я здесь закину? Смотри, рядом. Хопа. Нет. Далеко слишком. Эй, ладно. Ну и не хочу. Ну все, всем пока.